Балаяж, балаяжем балаяж называет десанж, а альдокоппола балаяж называет шатушем. Надеюсь, все понятно. Привет, с вами Макс Горгалык. Очень давно хотел записать это видео, разбор по сложным техникам окрашивания. Триггером послужило многочисленное количество вопросов от мастеров и от клиентов. Например, Макс, подскажи, пожалуйста, а что это за техника, а как ее выполнить? Что мне сказать мастеру, чтобы получить данное окрашивание? Я понимаю, почему эта каша происходит в голове. Например, открываем какой-нибудь поисковик, Google, Яндекс, неважно какой, и вводим. Балаяж. И там все подряд. Там и милирование, и эйртач, и балаяж. И правда, а как сделать вывод и принять решение, что вот это действительно балаяж или шатуш? Как объяснить мастеру или как объяснить клиенту, что это не та техника, которую он хочет получить? Еще масло в огонь подливают мастера, которые жаждут прославиться, жаждут придумать какую-нибудь свою авторскую, эксклюзивную технику и прославиться, стать богатыми, знаменитыми. Я не могу их в этом осуждать, потому что и сам не против, конечно, придумать что-нибудь такое, что будет полезным всему миру, всему сообществу парикмахеров, и я проснусь в один день богатым и знаменитым. Но на ровном месте не получается. У кого-то получается, у кого-то нет. Поэтому сегодня максимально простым языком постараюсь объяснить, что такое техники окрашивания, что такое визуальный эффект и что такое приемы, чтобы и мастера, и клиенты поняли. Это нужно для того, чтобы мы общались с вами на одном языке. И так нам проще будет договориться. Правда? Давайте начнем с базовых техник. Кстати, я имею в виду техники, которые принципиально отличаются друг от другом способом получения рисунка. Например, давайте перечислять вместе со мной. Первая, самая известная техника – мелирование. Так ведь? Все знают мелирование. Далее идет балаяш. Вторая техника. Далее идет начес. Нет, не шатуш, именно начес. Дальше я объясню, почему не шатуш. И четвертая техника, конечно, все мы ее знаем – это AirTouch. Сейчас мы о каждой технике поговорим в отдельности, и я распишу нюансы. Окей? Поехали! Итак, первая и самая известная техника обесцвечивания волос – это, конечно, мелирование. Все знают. И мастера, и клиенты. Последнее время она незаслуженно подвергается критике, потому что у нас появились какие-то более совершенные инструменты. Но эта техника обязательно должна быть в арсенале любого колориста. Для того, чтобы выполнить обесцвечивание в данной технике, нам понадобится расческа хвостик, обесцвечивающая пудра, фольга, и если вы любите использовать планшет – планшет. Сейчас постараюсь продемонстрировать пару удачных примеров окрашивания в данной технике. Открываем приложение Pinterest, вводим мелирование, и сразу на первой странице оно выдает что-то больше похожее на балаяш или начес, нежели на мелирование. Листаем дальше. А тут у нас откровенно балаяш. От этого и выходит путаница, что все в куче. Вот что удалось найти из более-менее выраженного мелирования. Ну и, конечно, мимо вот таких шедевров я не мог пройти. Техника номер два. Это балаяш. Именно с этой техники я начинал свой путь колориста в сложных техниках окрашивания, поэтому питаю к этой технике особую любовь. Впервые эта техника была презентована парикмахером в 1953 году в Академии Дессанж в Париже. Это она потом стала популярной в 70-е годы, поэтому в большинстве источников написано, что техника была придумана в 70-е годы. Но это так происходит, потому что они не утруждают себя поиском информации и просто крадут друг у друга эту информацию и просто переписывают. Я же обучался этой технике у носителя, у француза, у тренера Академии Дессанж, у Жан Марка. Я оставлю ссылку потом в описании под этим видео. Если хотите, можете ему сами написать, обо всем поспрашивать. Я уверен, что он с удовольствием ответит на ваши вопросы. Итак, изначально эта техника была придумана для того, чтобы имитировать естественно выгоревшие волосы. Отсюда и название. Sunlights, Babylights, Sunkiss и так далее. Да, вы не ослышались. Это не техники, это визуальные эффекты, о которых я поговорю чуть-чуть позже. Так вот, техника одна, а названий много. Так вот, мастер на свое усмотрение может создавать от легких естественных эффектов до глубоких контрастных. Для того, чтобы выполнить окрашивание в данной технике, нам потребуется кисть, потому что от французского Balayage переводится как «мести-подметать». Именно такие движения мы имитируем кистью, рисуя на волосах, на полотне. Нам также потребуется специальная пудра для работы в открытых техниках. Это сейчас стали перекрывать волосы пленкой, фольгой, термобумагой и так далее. Кто во что гораст. Но на самом деле, вначале она была придумана так, что ее можно просто наносить на волосы, и она не пачкает нижние волосы. Как вы понимаете, отличие Balayage от милирования существенно. Это просто две разные техники. А сейчас самая главная информация, которая до сих пор и мне не дает покоя. Так как Balayage стал очень популярным в 70-е годы, и примерно 80-90% салонов Франции стали использовать эту технику, она стала распространяться по всему миру. Дошла она и до России. Только нюанс в том, что в России ее продвигали две школы. Дисанж и Альда Коппола. И так как они конкуренты, они должны чем-то отличаться. Альда Коппола продвигали тот же Balayage, но назвали его Шатушем. Шатуш. Вы мне можете не верить, просто после просмотра этого ролика зайдите на сайт Альда Копполы и посмотрите, что они называют Шатушем. Они не делают никакой, ни начес, ничего. У меня в голове просто Шатуш, это начес. Я не знаю, откуда эта информация у меня, но так или иначе это просто прилипло ко мне. Оказывается, и я об этом узнал не так давно, что у одной техники, у Balayage два названия. Шатуш и Balayage. Balayage, Balayage называет Дисанж, а Альда Коппола Balayage называет Шатушем. Надеюсь, все понятно. Да? Потом обязательно зайдите на сайт Альда Копполы и просто проверьте то, что я говорю. Вводим в Пинтересте Balayage. Но тут работы больше похожи на Balayage, как и заявлено. Предлагаю посмотреть на работы очень интересного, на мой взгляд, мастера. У нее в ленте есть оттенки и рисунки на любой вкус. Ссылку на нее оставлю в описании под этим видео. Техника номер три. Это начес. Именно начес, а не шатуш, как мы привыкли говорить. Вы уже поняли почему. Суть данной техники в том, что мастер начесывает, либо вычесывает определенное количество волос, обесвечивает то, что осталось у него в руке, либо рисуя кистью в открытой технике, либо упаковывает в фольгу. И когда мы расчесываем все волосы, за счет сочетания темных и светлых прядей. Большую популярность эта техника обрела у нас благодаря бразильским мастерам. Они очень эффектно и красиво умеют презентовать свою работу. Давайте посмотрим. Один из самых популярных бразильских мастеров в России – это Ромео Филиппе. Его потрясающие работы узнаваемы во всем мире без исключения. Ссылку на него я также оставлю в описании, чтобы вы могли в этом убедиться сами. Техника номер 4. Это без преувеличения революция в области обесвечивания волос и создания узнаваемого рисунка. Давайте для начала познакомимся с автором этой техники – Владимир Сарбашев. Вводим в Инстаграме Сарбашев. Вот его страничка. Аккаунт интересно оформлен, узнаваемый. Вот Владимир в процессе работы. Кстати, если где-то и смотреть AirTouch, то сначала, конечно же, на его страничке. Сам Владимир предлагает нам разделить понятия AirTouch Original и метод AirTouch. Метод AirTouch – это все, что мы дуем феном. Мы можем выделить прядь, например, зигзагом, квадратом, треугольником, ромбом, неважно как. Если мы используем фен при окрашивании, при сложной технике окрашивания, значит, это метод AirTouch. И есть AirTouch Original со сложными схемами разделения, где техника подстраивается под форму стрижки и так далее. В общем, глубокая философская тема. Для выполнения данной техники окрашивания нам потребуется фен, большое количество зажимов, фольга, обесцвечивающая пудра и расческа хвостик. Ну и если вы любите использовать планшет при окрашивании, то планшет. Как вы видите, эта техника принципиально отличается от других. Как милирование отличается от балаяжа, как начес отличается от AirTouch, а как AirTouch отличается от милирования. В общем, все это разные, принципиально разные, отличающиеся друг от друга методы создания рисунка. Давайте посмотрим, что выдает поисковик, когда мы вводим слово AirTouch. Сразу видим, что у мастера в руке фен, похожий и правда делает AirTouch. А вот, кстати, работа Владимира. И в целом я согласен с этим разделом. Работа здесь соответствует названию. Очень красивые переходы, красивый рельеф. Вот, кстати, еще одна интересная работа. Это моя работа трехлетней давности. Получилось из такого исходника за два приема получить вот такой результат. А вот эта работа есть на моем YouTube-канале. Обязательно потом посмотрите. Также у колористов, помимо техники окрашивания, есть приемы. Например, это перенаправление пряди в другую сторону. Либо выделить прядь зигзагом, начесать, выдуть, нанести пудру в открытой технике, либо перекрыть ее пленкой. Это все фишки какие-то. Я не отрицаю. Наоборот, мы должны этим заниматься. Комбинировать техники друг с другом, придумать что-то новое. Но базовые техники, фундаментальные, их всего четыре. И они принципиально, как вы уже поняли, отличаются друг от друга. И, наконец, хочу с вами обсудить пару примеров визуальных эффектов. На примере омбре. Многие мастера убеждены, что омбре – это техника. На самом деле омбре – это визуальный эффект, что буквально означает переход одного цвета в другой, причем горизонтальное распределение цвета. От темного, например, к светлому. Если вы убеждены, что это техника, то можете написать в комментарии под этим видео и аргументировать свою позицию. Также, помимо омбре, у нас есть очень много романтичных названий визуальных эффектов. Например, Baby Lights, Sun Lights, Sun Kiss, бразильское эмилирование, калифорнийское эмилирование, венецианское эмилирование, брондирование и так далее, и так далее. Я, кстати, совсем не против, чтобы в прайсе салона красоты были эти названия. Можете даже придумать сами. Клиентам будет приятнее выбирать из таких названий. Классно же? Давайте поищем омбре. И в подтверждение моих слов сразу на первой страничке ногти. Далее, пару удачных примеров этого эффекта. В целом, да, согласен. Вот такой вот переход от темных корней к светлой длине, горизонтальный переход. Это и есть визуальный эффект, который называется омбре. Далее, Sun Lights. Первые же картинки не относятся никак к теме. Попробуй поискать Sun Lights Balayage. Я в этом не уверен, но... Так, Balayage вижу, начес тоже, возможно, но на этом все. Друзья, как видите, жизнь колориста разделена на техники окрашивания, на визуальные эффекты, на фишки и приемы. И зачастую путаница происходит из-за того, что мастера жаждут придумать что-то свое. Но чаще всего это не более, чем маркетинговый ход. На своих мастер-классах, которые я провожу в разных городах, странах, в том числе и онлайн, задача раскрыть ключевые моменты каждой из техник, овладев которыми, мастера уже на свое усмотрение могут комбинировать, получая уникальный рисунок и рельеф, ограничиваясь только своей фантазией. Расписание моих мастер-классов вы всегда можете найти по ссылке под этим видео. Очень надеюсь, что это видео помогло вам разобраться в нюансах и теперь вы тоже эксперты. В следующем видео я расскажу, как объяснить парикмахеру, что вы хотите получить именно вот это окрашивание, никакое другое. Я объясню, почему не всегда это возможно. А сейчас вы можете посмотреть на моем канале очень красивые окрашивания в разных техниках окрашивания, сочетания балаяжа, эйртача, милирования и так далее. Подписывайтесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и до встречи. Пока!